всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такой вот ролик называется армия зеков или зеки то есть убийцы все разбойники насильники основа всех армий мира ролик этот назревал очень давно и учет как-то уже уже скоро год российской агрессии против украинского народа все никак и не не запишу его да ну во первых потому что все это пока тогда отрицалось на заре всех этих событий в общем то может так и и хорошо мы теперь уже можно сказать итог подведем об этом я просто играл постоянно кто меня давно смотрит знает как я все это рассказывал все вот эти вот что все все армии абсолютно все вот эти вот так называемые силовые ведомства все когда участвовали в каких-то крупных бойнях там всегда участвовали зэки всегда люди сидевшие в тюрьмах естественно участвуют там как говорят на счет и всех зэками там клей миши вот что как бы там же есть и невинные люди да в тюрьме полно невинных людей хороших людей есть там есть они пойдут убивать других людей не поэтому выходят как раз убивать других людей как раз не как то туда случайно попал никого там оговорили никого подставили никто там за правду сидит нет там сидят как раз вернее выходят на войну как раз отморозки первые убийцы естественно кто пойдет убивать эту убийца причем не важно кого матерей отцов детей бабушек мужа жену именно убийцы ну и дальше по списку насильники мародеры грабители вот грабеж это когда ты забираешь деньги и причиняешь какой-то какой-то физической увечья человеку да с этим связаны это отличается от воровства вот все кто там всякие кто избивал кто там человеку почти до смерти насиловал так скажем в разных степенях все это все все вот они туда отправляется я и я вот рассказывал да вот ну особенно там эти росты расшествующие православные да не все в общем-то православные расшествующие все империалисты любят они конечно там на католиков потыкать пальцем хотя сами то не лучше точно такие же войны велись и и и и и и на расистской территории да ну всем известные крестовые походы все то же самое ни для кого не секрет что там именно именно а это вообще казалось бы под ватиканом по церкви так называемый христовый естественно католисты никакой христовые церкви не является это обычная псевдо христианская алчная рабовладельская секта ничего общего с жизнью учением сус христа на не имеет но естественно она и прикрывается псевдо христианство все богохульники всегда естественно именем христа себя пытаются обелить да и кто знает что естественно когда эти крестовую войска к этим крестовым походом формировались вообще так называемого ватикан ты своей армии не туда просто он очень часто из цезаря папизма превращался в папский цезаризм ну когда это отличие от того что кто вперед король правил или папа да и там постоянно менялся этот цезарь и папизм то цезарь да папа подминал то папа подминал цезаря ну короля тогда в италии да и управлял всем государством ну как такового у ватикана у папского престола так называемый никакой армии но у них есть там небольшой боевой отряд всегда был для охраны там но типа полицаев самого ватикана но как такового чтобы там пойти на другую страну войной такого не было а кто значит крестовый поход так это когда ватикан пошел войной на мусульманство который в то время брал константинополь это это византия современная турция где якобы христианство столько лет просуществовала да там софийский собор все кто вот это вот слышал но до сих пор стоящие в центре столицы когда-то константинополя сейчас переименованного и вот якобы ради священной войны шли биться да ну естественно кто шли биться-то самый отморозки это самое сбротное отребье общества все насильники убийцы педофилы мародеры грабители убийцы всех мастей я говорю не просто так я перечисляю это реально убийцы кто родители там матери отца или всех вместе кто бабушек с дедушкой кто своих собственных детей чужих детей то есть где-то убийцы убийцы жены убийца мужа друзей собутыльников просто так случайного прохожего на улице ради десяти копеек ради тысяч копеек ради миллиона копеек убийцы ради ради гордыни померятся силы просто убил какого-то прохожего решил доколебаться алкаш какой-нибудь да какого человека за какой-нибудь или там бывший какой морпех вот напился до кого-то доколебался убил его вот все вот эти вот убийцы разных мастей все все там все разбойники это все кто причиняет тяжкие вред здоровью или средней тяжести ну или даже слабо как аренцы все кто когда от кого-то бил там до задалбливал уничижал все насильники все там вот все там абсолютно все кто считает что он он царь мира потому что у нее есть сила то что он волк у нее силу над овечкой вот все эти отморозки составляют костяк армии и неважно это это конечно папа папа под знаменем креста ты идешь или живой пример были же крошистом скажу да это великотечественное кто помнит это же ролик записал опять там возбудились куча людей которые я написал 9 мая день беды день победы день беды его так назвал там я вот все это рассказывал все эти иллюзии что красная армия какая-то там армия защитительница какие-то там святые люди чуть ли там не воевали все это брехня и чепуха и пропаганда советская армия такая же отмороженная наглухо вообще отмороженная было сборище сборище убийцы и мародеров вот и все и грабителей насильников и прочее никакая ничего не святого не было это абсолютно конченые люди вот даже так называемые защитники там своих матерей отцов все чепуха я всем рассказывал это красная армия за несколько месяцев за несколько месяцев до так называемой защиты своего отечества сама разграбила пол европы латвию литву польши и вторуюсь финляндию это тоже самое делала красная армия абсолютно тоже самое и руководили и те же самые людоеды отмороженные упыри те же самые которые завтра будут защищать свою родину которые защищали свою родину так вчера идут отбирать чужую все то же самое с гитлером еще вчера не только жали руки и братались только вчера еще да и поделили пол европы сами с ним сталин вместе с гитлером до пожиная руки и подписывает договор поделили пол европы между собой и вошли войсками один запада другой с востока один в торсе там дальше в свои территории сталин поперся финляндию положив полтора миллиона человек это святая армия это великие войны это обычные конченые упыри это убийцы это грабители насильники в этих людях нет ничего святого ни на какое доброе дело это люди не способны люди которые идут убивать просто так вообще неведомых людей он даже ничего не делал плохого просто идут убивать захватывать чужие земли сколько они там женщин изнасиловали детей стариков изнасиловали убили об этом есть мемуары пожалуйста все в открыт ну так скажем в открытых относительно доступ все сейчас можно найти еще все это утекло уже и сейчас интернет помнит все все это можно найти ой тогда возбудились я помню тоже да как и сейчас наверное в комментариях что толку то закрывать глаза на это на все ну и по поводу вот этого все с и нынешней ситуации поэтому когда я конечно когда я все это видел для меня вообще не было ничего удивительного я пытался об этом говорить и люди точно так же глаза на лоб выкатывали посмотрите на этого пригожина но который прихвостень путина конечно же и в общем то и его детище его чадо да о том что в донбассе вы все эти дебильные вопросы где-то 8 лет донбасс бамбас вот на бамбу на бамбасе войну развязали все вот эти вот путерские прихвостни уже давно пригожин и гиркин признались в этом зачем признать гиркин это ну начале ты он это скрывал да уж типа отставной уже все давно признались что это они вошли туда с вооружением все по приказу сверху ну кто это кто уже никто не скрывает это вот и все поэтому война так как началась 4 в 14 году вот и все пригожин это вообще человек которого которого нет ничего святого вот абсолютно вот кто хочет на дьявола посмотреть на него это лжец это убийца это грабитель мародер насильник все что плохой вы найдете это вот в одном человеке да вы послушайте что он говорит это же исчадие ада самое настоящее дело рук чье это путеры сам такой зэк то что у не посадили это лишь ему просто повезло кто знает на него уголовку заводили еще в питере там за воровство за коррупцию никто об этом правда не рассказывает да тогда он как всегда и он же хитрый видите скользкий лис выкарабкался вот еще и еще и карьеру сделал просто ну не сидевший зэк какая разница глава всех этих зэков вообще-то в россии наемничество запрещено невозможно никакого зэка просто выпустить из тюрьмы сначала люди действительно все это казалось каким-то бредом невозможно в правом государстве быть на все настолько бесправными это тот но если у можно человеком называть а не знаю человеческий образ он давно потерял вот я про путлера который говорил что вот конституцию тут соблюдать гарант конституции чё ты тогда вот такие то вещи вытворяешь 90-ми вечно любил пугать ты не 90 ты стал сделал вообще какие-то времена трущоб где кто захотел камень взял другого по голове вдарил вот и все чудные времена мы попали ну каком бою как был бандитом он так им остался все вот эти вот его маска такого вот какого-то не знаю кто его там кем считает не знаю самый последний зэк сколько уж на его крови на его руках крови там мы уже и тоннами не сосчитать наверное на заказных убийств все вот это вот все это все это шпионской деятельности его и вот по поводу зэков ну понятно что он все это все это дело его рук путлеровских пригожный я говорю лишь шестерка сам он отсидел девять лет за грабеж да по моему ну за что еще теперь продолжает заниматься своим любимым дети делом да еще и со спонсорство сверху и полной индульгенции все как все как в старое доброе средневековье все под индульгенции папы московского и пахана российского да вот и мы видим что вытворяется до всех этих зэков по выпускали вообще без без какого-либо правового на то основание летал по самолету видео сам эти выбрасывают никто это не скрывает в правом государстве никто не возбуждается никакие бастрыкины начальники следствия комитета они все в одной упряжке когда кто думает что если путлер завтра сдохнет отчет изменится ничего не изменится все это упряжка это в это упряжка они там все и летят они на дно ада вот и все не будет путлер на его место бастрыкин придет такой же отморозок не будет бастрыкина придет патрушев не будет патрушева придут их не детишки которые уже выросли такими же отмороженными змеями порождениями своих же змей до достойная замена я думаю не себе там вырастили так что это все не имеет никакого значения на место одного дьявола найдется с десяток еще и да не переберешь их всех вот какими руками воюет эту святую войну как кричит ахлобыстин до святую войну какими руками вы ведете и посмотрите что сейчас творится сегодня 13 января 2023 года их и хоронят как героев выпускает вы послушайте истории просто кто следит кто нет подписывайтесь на мой телеграм-канал я там всеми этими вещами делюсь один отсидел одного убил человека за 5000 рублей по удо вышел условно досрочного освободился пришел мать забил до смерти кулаками и ногами запинал сел половину отмотал поперся в этот вагнер сдох на ног в украине его с почестями хоронят еще там все село возмущается что ему и что его там где-то на аллее какой-то славы там где-то там в питере не похоронили ли еще не все почести ему воздали там истории просто жутчитаешь да и диву даешься кто мать кто отца кто жену кто детей собственных задушил кто там кучу людей убил кто бандитизмом занимался годами там крови на руках немерено и здоровье людям испорченного и имущество отнятого все они там все они там их кого теперь с почестями король хоронят кого на волю теперь к нам отпускают к здравым людям то до всех награждают уже путлер их награждает прям в кремле это стране где запрещено частные военные какие-либо черных организации это абсолютно абсолютно просто бандформирование организованная преступная группа вот и все с финансированием из из наших с вами налогов из государства российской федерации это просто смотришь на это и просто диву даешься диву даешься и все это под приводительство вот это вот пахана двух паханов одна пахана и папа римб и папа московского пахана российского и папа московского я перед этим писал как раз ролик про петрушки дьявола найдете у меня на канале вот эти два вот ведь петрушки дьявольские пахан российский папа московский что они вытворяют то это же вообще беда а что превратили россию так называемую в расистскую федерацию по в полностью погрешу в каком-то психическом национал патриотизме это просто просто дурдом игры вы посмотрите за историями какие рассказывают и что они вытворяют кто они они что покаялись да я не против что их выпускают и сюда и даже пауда если отпускают человек который раскаялся раскаялся как там свидетельство о своем покаянии хорошо это комиссия по досрочным этим освобождением но поверила этому человеку ну хорошо я правда не решился бы нам в такой комиссии никогда работа ты выпустишь он завтра вон опять мамашу свою не опять мамашу опять убьет только теперь уже свою мамашу я бы в такой комиссии никогда в жизни бы не захотел работать но это ладно я делаю их не каждый там свои ну хорошо вы отпустили этого человека все каждый человек имеет право на покаяние да и на прощение святых людей после его покаяния ну хорошо он вам в глаза сказал что он раскаивается но вы как если святые люди ему поверили ладно эти люди разве раскаялись не эти люди так при жизни убивали за что общество как бы были от общества отделены и от него судимы чтобы дать им понять что это зло который неприемлемый который человечество просто ввергает просто во тьму в которой невозможно просто даже существовать человечеству на этой земле пусть лежащие в мире лежащим возле что вы там вытворяете они разве покаялись нет они выходят чтобы убивать им общество кричит гойда давайте еще режьте режьте а потом еще к нам возвращайтесь тут уже объявляют всего лишь про все по свеженьким я почему уж сегодня решил тролик записать тут их уже и в депутаты в единую россию берут его все там гос власти гос структуры их там запихивают пригожин там рвется просто к власти рвет и мечет до них тоже все ничего не скрывает все чего к это уже чувака вагнера так называемый все стало реальностью россии это вообще это караул это просто ужас ну взрослым было что-то я вот вам все это сейчас опять плачусь что якобы это какой-то ужас это должен который вам говорит что это ужас был всегда ничего не менялась поэтому все эти войны когда вам в уши заливали раньше сейчас опять продолжает заливать про чепуху про каких там отцов великих воевавших все чепуха эти ваши отцы ничем от этих не отличаются с такими же зэками воевали и сами не такие же заки ток которых не посадили вот и все души и сердца этих людей черный вы знаете очень часто слышишь ты атакует я даже от рашиста всегда слышал или вот сюда по каналу горит что как бы вот люди которые пережили войну там не любили они говорить наши деды вы знаете почему они не любили говорить о ней а вот почему война это от ничего там добра все не видели на их не глазах их не сослуживцы грабили убивали и насиловали обычных женщин стариков и детей все это делалось на их не глазах у них также ехал крышняк тоже не понимали куда они попали и они молчали ну кто-то там молчал мушки стычки были может он сам убивал своего же сослуживца или обличал его и получал пулю в лоб ну тогда бы он не дожил а в основном это были молчуны которые все на это все смотрели проглатывали и шли защищать родину занимаясь всеми вот этими вот вещами разве когда советская армия освободительницы якобы там от фашизма сама-то и все народы остальные все земли которые завоевала она что польшу оставила полякам литву латвийцы латвии латвийцам литву литовцам чехию там болгарию болгарам и и т.д. и т.п. чехи чехом они кому-то это оставили они освободители или оккупанты или просто два сильных отморозка поборолась знаете мне напоминает картину такую ты идешь дает тебе тут один подошел тебя грабить то 2 подошел ты чё знаете помните сколько фильмов про 90 как путлер любит выражаться всех этих сериалов там когда ну всем из ну немножко кто застал я-то застал по молодости но я их прям уж лично так не видел все эти разборки как в 90-х все эти бригады да а сейчас не то же самое а в советское время был не то же самое а когда фашизм с сталинизмом мерился силками это было не те же самые разборки двух упг да кто кто будет доить как в бригаде или где-то в умере было сказано кто доит эту корову будет разве не это было до сталин что что-то отдал хоть хоть метр он отдал того до куда дошел нет ровно докуда дошел все вдруг превратилась в советский союз так это освободители или это просто оккупанты и люди тупые все это слушать всю эту блевотину пропагандистскую что якобы там вот запада восточной европе там ненавидит весь этот советский союз конечно ненавидит тоже люди не собирались и мы советской это дым и сталинизм даром не нужен где любой человек свободомыслящий вместо полноценной жизни жил где на зоне в гулаге в тюрьмах или с пули во лбу в сырой земле валялся кому нужен был это сталинизм этот весь советский союз от коммунизм тошнотные кому нужен то был где человек это вообще ничто бога нет ничего нету вера равенства братства одно только на бумаге а так такая же номенклатура такой же чека кгб до полицаи дубинки в заднице швабра и все прочее убийство без суда и следствие тройками пятерками и семерками и так далее так что вот так вот поэтому на самом деле конечно тут то что путлер у нас предводитель зэков ничего удивительного это было всю историю папа римский предводитель патриарх морковский предводитель зэков все то же самое было и в это ничего нет вы думаете когда на территории когда-то нынешней расистской федерации в средневековье все это да а так называемого владимира солнышко начиная с него еще при крещении руси вы думаете все вот это вот кто там воевали с литовцами с баты ими с ханами там друг с другом волгоград с московией московия с рязанью рязань и с растрахань и все воевали друг против друга с такими же зэками отпускали в это время всех всех лишь бы вот куча без отбежала за ку ему до лампочки он головой покивал да 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 я буду воевать а сам другую сторону мы сейчас все эти истории видим в реальном времени только новости идут мид там 6 зэков сбежала с автоматами с гранатами 10 сбежала 2 сбежал один сбежал все то же самое мы с вами видим один там сидел в кабаке набухался начал стрелять там что-то ему не понравилось все так и будет другой на стоянке там что-то упился 3 с кем-то подрался все то же самое будет все что раньше было и раньше было то же самое думаете там зэки прям бросить что лет родину защищать дым она до лампочки это родина она их прожует и выплюнет точно так же как и вся система так называемый федеральная служба исполнения наказаний и называются в теорезонт исправительными колониями какое там исправление какой там бардак творится начиная от ментовского бардака от синовского с этими всеми швабрами уже не зря говорят что действительно надо было мне этот значок найти скоро гербом расширской федерации будет кувалда и швабра вместо серпа и молота она уже так только вы еще формально не вознесли на педестал а так уже никак не назовеет уже фактом давно стало как кого там исправляет там люди исправляются вы дали им автомат в руку сказали иди чем больше убьешь тем больше ты приближаешься к своему освобождению вот и все к святости ну что что это такое считает путин этих зэков там что они там чего-то достойны жизни покаяния нет для него и такое же мясо как и все остальные ничего ровным счетом для него я не значит жаждет он их покаяния нет лишь бы они побольше убили его врагов его личных врагов и его пг кремлевского и все его только это интересует больше ничего не интересует вот так вот это все тоже кончится очень печально ничего этого просто так не проходит ну по по сводкам уже что их около 40 тысяч это группировка это целая армия достаточно сильное боевое соединение да они против регулярной армии расистской федерации не справится если внутри расистской федерации начнется конфликт но уж сколько зла это принесет особенно частным людям в частной судьбе когда они разбредутся парашистской федерации это вообще страх вы знаете как-то записывал ролик а вот и о боли да помните по клаве юису по совокупности боли вы знаете того что не весь мир еще в ад скатится не знает что мне хочет чтобы меня изнасиловали убили там или еще что-то вы знаете сколько личных судей будет покалечить это жизнь человека которого ограбили изнасиловали и скалашматили обокрали лишили там всего это жизнь конкретного человека она цена его жизнь его яме даже жизнь как же и жизнь как бытовая жизнь цена никто не имеет права в нее вмешиваться что они вот вытворяют чем все это кончится кончится это большой бедой большой бедой я статистику точно не знаю но по моему даже чуть ли не 50 процентов в тюрьмах это рецидив рецидив этот кто заново повторяет все вот эти вот называемые герои которые сейчас герезирует я говорю отпускает на свободу или хоронят с этими с почестями все они окажутся на свободе и все они пойдут дальше убивать и грабить и насиловать и одно дело а если он бы если айсом покаялся в зоне он бы никогда на это не пошел бы никогда все кто сейчас в этой так называемой частной военной компании вагнера это не раскаявшиеся грешники это те кому пообещали за узаконенное воровство убийство насилие людей которым они раньше занимались только за это их посадили теперь им обещают за это деньги и свободу и власть и славу и почет как им говорят у всех у милиции у рядовых и всем теперь будет туфли целовать уж они герои пошли туда конченые отморозки там нет ни одного покаявшегося грешника нет это абсолютно конченые люди конечно сколько-то их там поляжет но далеко не все вот так вот ситуация это печальная она она от начала времен ничего не меняется когда одна упг бьется с другой всегда упг и тут даже под странами подразумеваю потому что не у одной такой страны что фашистской германии было упг наверху что у советского союза была своя нацистская до шиза и упг наверху эти две шизы били с друг с другом никакая не было не освободительная война не защиты родины это не была война да это один людоедский режим грыз глотку другому вот и все а те кто воевали друг с другом были абсолютными конченными тупицами которые не понимали вещей жизни вот и все смысла жизни сути жизни вот так люди не даришь не дорожшие пальцы не приближившиеся к познанию истины вот такое вот печальное видео да сейчас в последнее время какие радостные виде чего улыбаться ты чему радоваться просто живем в каком-то аду погрузились в какой-то он далеко не всех коснулся все это у нас все очень впереди а мы будем продолжать молчать а а а Субтитры создавал DimaTorzok